МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привітание, эфир информационная программа репортера студии Маргарита Шубукова. У Гомеля на шагуношную станцию «Централит» прибыл грузовый цягник с Китая. На им доставили контейнеры с обсталяванием для завода по вытворчасти милованных и немилованных видеокардону, которые китайская компания «Сюань-Юань» будует на базе Добрыжской паперовой фабрики. Максим Савин сошил за разгрузкой. С Поднебесной на будовнество на Добрыжской паперовой фабрице грузы приходили и ранее, но не в таких объемах. На этом технику с китайского порта Инко у Гомель на промую привезли 40 контейнеров с обсталяванием. Амаль 9 тысяч километров состав переодолел за два тыдни. Для поравнания по воде, а потом по суше груз добирался до Беларуси около двух месяцев. А на будовнество зараз кожный день на улику. В настоящее время качество и время для нас самое важное. Сегодня вот эти контейнеры придут уже на станцию Гомеля. Скоро мы должны отправить на объект Добрыж и начнут монтажный процесс. Маршрут распрацевали российские и белорусские чугунышники. У Гомеля приемку груза, а потом ягу доставку на место будовнества у Добрыж, ожитивляя предприемство «Гомель Жалдар Транс». Для этого есть все необходимое. Предприятие на сегодняшний день имеет все возможности для этого. Это, ну я не говорю, но современный кран, болт-кран, за подъемностью 35 тонн. Также есть три автомобиля-тягача для перевозки контейнеров. В будущем рух по маршруте «Инков Гомель» станет регулярным. Китайская компания планует далее доставлять обсталявания для Добрыжской фабрики «Почигунцы». Не выключено, что этот транспортный колидор будет использоваться для других белорусско-китайских проектов. Как знаковый этап промежуточный, безусловно, очень важно, что прошел этот этап доставки оборудования, вот как специалисты говорят, в рамках запланированных тех сроков, никаких там препятствий на пути не возникало. То есть это вот такой успешный, на мой взгляд, проект, который позволит и дальше доставлять грузы по железной дороге. И еще один несумненный плюс у тем, что Гомельщина у некоторой ступени стала часткой проекта экономичного пояса «Шелкового шляху», который сейчас активно реализуется Китаем. Маршрут техника «Инков Гомель» литерально пролягает по этим транспортным колидорам. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у агрогородка Углушкович и Лельшинского района отбудется святошное мероприемство с на годы 40-х годов створения мясового друзового завода. В аурашистостях приймут удел керавники, супрацовники и ветераны предприемства «Мясовые улады». Напереды дни святкования наш корреспондент Дмитрий Котов наведал завод, где ознайомился с его историей и с ужасностью. Радующая побачь за городком Глушковичи уникальная. Тут залягают горные породы – мигматиты. Их взрослых от двух и более миллиардов годов. Ученые лишат их старейшими горными породами на планете. Коррестация же выкопнями люди начали 20 лет тому. Еще в 1815-м годе мясовое насельство займалось тут с добычей мукомольных каменев. А просто полтора ста годя на этой мессе распространились геолого-разведывальные работы, которые и стали значимым кроком на шляху створения предприемства. У дальнейшего Минавита в 1969-м годе был створен первый в Беларуси карьер с участком по вытворчеству каменев, которые выкорестовывались для будовинства дороги помеж Лельшицами и Глушковичами. А уже в 1975-м на этой базе з'явился друзовый завод с вытворчими могутностями до 200 тысяч тонн в год. В 90-е годы отзнашался первый этап его активной модернизации. Другий притягнулся с 2003 по 2014. Обновление обсталявания дозволило повеличить объемы продукции «Амаль» в пять разов. Предприятие производит различные фракции. В нынешнем году мы перешли на производство более мелких фракций, таких как 5-10, 5-20, 10-20. Рынок диктует свои условия, в принципе, и мы приспосабливаемся к этому, чтобы удовлетворить все потребности наших потребителей. Все технологические операции дробнения автоматизованы и ожитивляются дистанционно с пульта управления. После чего у карьеры выезжают экскаваторы и перевозят отриманную горную массу на дробильный участок. На дробильном участке уже горная масса высыпается в приемный бункер и с последующей переработкой горной массы по фракциям, то есть определенных выпусках щебнень определенных фракций. Сегодня предприемство заявляется градоутворальным для Лельшинского района. Его продукция выкористовывается для будовництва дорожного комплекса «Гомельщины». До того, что совсем недавно выиграли тендер на поставку друзей в Витебскую область. На заводе мкнутся завсюду исти наперед и упоявлены, что в будущем их чекают добрые перспективы. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельшинский район. Протяглая засуха негативно поплывала на стан посева у сборжевых. Коля 40 тысяч гектаров господаркам в области пришлось списать на корм обозусим настраты. Об этом журналистам, по видаме устаршения комитета по сельской господарции и харшивании Гомельского обл. Ваконкама Сергей Мятлицкий. Больше за все от протяглой спякоты и отсутности дождев потерпела Припятская полесья. У широкого района больше за месяц опадков не было на угол. А кроме того, минулая зима выдалась малоснежной. Тому сегодня в метровом пласте Глеба находится от 1 до 12 миллиметров продуктивной вильгати. Зерни в полях просто сгорают. По оперативной информации, отриманной из района, у спякоты пошкожены зернивые на площадке около 100 тысяч гектаров. И наводкали зараз даже будут исти регулярно, значительно становится не изменится. На зерновой культуре, конечно, они повлиять уже не смогут на формирование урожая. То, что есть, то соберем, конечно. Мы уже работаем над этой темой. Но отставание прошлого года, мы видим, будет по зерновым культурам, конечно, большое отставание. Страты сбоживых плануются компенсовать за кошт кукурузы. Да и на угол спякотное надворье для гомельшин изъява звыклая. Недохоп у харшивания можно не остерогаться. Мы же реализуем не только на внутренний рынок, мы на экспорт реализуем, как и картофель, так и овощи. Может, часть на экспорт меньше пойдет, мы закроем внутренний рынок. Бояться ничего не стоит. Картофелем, овощами, населением мы обеспечим хлебом госзаказ. Мы свой госзаказ выполним для хлеба. Так что я не думаю, что здесь надо волноваться и бояться. В субботу, 11 липня, в Беларуси протягнуть работу промы и телефонные линии. В нашем регионе на пытание граждан будет отказывать наместник старшини гомельского Абл-Ваканкама Владимир Александрович Прывалов. Номер телефона промой линии 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. В Гомельском городском, в оконавшем комитете, 11 липня, промы и линию пройдет первый наместник старшини Павел Яугенович Паулоу. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 84. Примать с вороты грамадян так само будут в районных администрациях и райвы Конкамах. Начинающий с 1998 года, в другую неделю липня, в нашей краине означается День податковых органов республики. На передании этого свято и в связи с 25 годин податковых органов Беларуси, телерадо-компания Гомель подрыхтовала виды и фильм о деятельности этой структуры в нашей области. Сегодня Гомельшина выходит в тройку региона Украины, которые перолишут в бюджет державы наибольшую сумму податков и сборов. Доля платежников в Гомельской области в поступлениях республики складает больше за 12%. Далее поступления от платежников нашего региона в бюджет в 2000 году складали около 500 млрд рублев, а в 2014-м кругу больше за 20 трлн рублев. Шматушим, взякуши докладному выполнению податкового законодательства и умоцованию финансовой дисциплины, в регионе реализуются программы в голенах адукации, оховы здоровья и социальной политики. Работники бюджетной сферы свочасово отримливают заработную плату. Выглядите видеофильм «Телерадо» компании «Гомель» до 25-ти год за податковой службы Беларуси одразу после завершения нашего выпуска. У Гомеля подвели выники городского конкурса детяшей творчести «Рамонок. Символ семьи, кохания и верности». У конкурса, який был промеркованный до православного свята, Дня святых Петра и Феорони, активный удел приняли детяшие дошкольные установы областного центра. У решения диплома у пераможцам конкурсу отбылось и паша с концерта на летней эстраде Гомельского палацево-паркового ансамбля. На святошный концерт у парку были запрошены не только удельники и пераможцы детяшого конкурсу. Галунными гостями свята, на якою дарыши мог прости кожный жадающий, стали шмодетные и неполные семьи, а так само семьи, які выховываются детей-инвалидов. Паша с концерта волонтеры Гомельской областной организации «Шервонога Крыжа» раздали Гомельшанам сотни рамонков – символов свята, які были выроблены своими руками. Гоноровыми гостями мероприемства стали две пары. Одна з них збираються сгулять веселье гэтай восенью, другая знашилась улита золотый юбилей и за довольнением поделилась с сокретами трывалого союза. Ну как жить столько лезь согласия? Научиться уважать друг друга, всегда поддерживать друг друга в трудную минуту. А женщинам, особенно быть мудрым, всегда уступать, уйти у сторонку, когда что-то не так, всегда быть рядом. И главное, в трудные минуты, в любые минуты, чтобы мы поддерживали, чтобы нужно поддерживать друг друга. Главное – научиться любить и уступать друг другу. Хочется поздравить сегодня всех молодых людей, которые вступили в брак, которые имеют уже детей. Поздравить тех молодых людей, которые идуть по дороге к тому, чтобы создать свою семью, потому что семья – это малая церковь. Все начинается оттуда у вас, с семьи. И доброта, и любовь, и уважение, и терпение, и молитва, и научение детей добрым делам, любить людей, любить окружающих, любить природу, любить свою Родину. Вот дай Бог, чтобы все мы постигли азы того православной жизни, которой жили Петр и Хеврония. И на этом поколе все, за развитем паде, сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До повышения.